Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, 26 августа у нас на календаре. И сегодня у нас обзор виноградника, что в какой стадии находится. И этот обзор, поскольку сортов много, я разделю на две части. Сегодня мы с вами разговариваем про столовые сорта. И буквально, максимально возможно, насколько я успею, выйдет видео по техническим и универсальным сортам. Итак, пойдем. Детально мы не останавливаемся на характеристиках сорта, просто смотрим, в какой они кондиции. Это у нас кишмиш цимус. Кусту второй год, но уже он дал 4 побега. И на каждом побеге мы оставили по одной грозне. Где-то больше, где-то меньше. На сегодняшний день он уже сладенький. Чувствуется во вкусе такая легкая цитронная нотка. Но, конечно, еще свои кондиции он не добрал. Ему еще нормально надо повисеть. Ромбик тоже второй год кусту, тоже его первое плодоношение. Я вам его показывала в первой половине августа. Уже даже в тот момент можно было немножко его есть. Уже в тот момент чувствовался мускат. Сейчас ягода стала несколько слаще, мускат стал ярче. И несмотря на то, что косточка у него еще пока достаточно светлая, техническая зрелость он уже достиг. У крупноплодных столовых сортов техническая зрелость, то есть та зрелость, при которой виноград можно употреблять в свежем виде, наступает раньше, чем темнеет косточка. А вот у технических сортов наоборот. Донские зори. Ягода уже такая желтенькая. Начинает набирать и свой розовый окрас. Но, конечно, для донских зорей еще слишком-слишком рано. Русвен янтарный, он же жемчуг запорожский. Все, что на солнце. Видите, ягодка уже такая коричневая. Со временем она еще может становиться более коричневая. Ну, конечно, вот где-то вот здесь ягодки были совсем в тени. По цвету они зеленые, но даже эти ягоды уже вкусные, хорошие. Их можно кушать. А вот те, что желтенькие, все, он уже готов к съедению. И даже видно, что мы его потихонечку тут уже подъедаем. А Аркадия во все набирает свой желтый цвет. Даже специально отойду подальше, покажу больше гроздей. Вот оно, все, что на солнышке, все начинает в желтое окрашиваться. Ну, конечно, есть ее еще рановато, потому что у нее уже кислота ушла, но еще маловато сахара. Супер экстра, ее уже мы во все едим, и не только мы. Мешочки завязаны, я прячу ее от ос. Осом она очень нравится. И на что хочу обратить ваше внимание. Вот, трещинки возле хвостиков. Я вам показывала, наверное, недели полторы назад. И рассказывала, что у нас шли очень-очень обильные дожди. Таких дождей в этой местности я не помню. И рассказывала, что, конечно, некоторые ягоды трещали. Так вот, с тех пор, прошло сколько времени, да, полторы, может и две недели. Я сейчас немножко теряюсь. Но, видите, ягоды не загнили. То есть, да, небольшие трещинки могут быть, но ничего страшного не происходит. Интрига ранее, тоже ягода начинает желтеть. Но в этом году у нее урожай, конечно, никакой. По той простой причине, что весной основные почки съели мыши. Причем выгрызли под нет. И я даже удивляюсь, с каких почек она начала плодоносить. Ну, вот один такой, есть мощный побег, есть на нем две гроздочки. И вот ягодка уже начала вот так вот окрашиваться в желтый. Преображение, первый сигнальный урожай. Вот одна гроздочка, тут рядом реформ. Вот еще гроздочка. Ну, вот здесь гроздочки небольшие. Ягода наливается на глазах, но окрас еще, видите, такой в процессе. Вот эта гроздочка, это байконур. Еще ягода не полностью окрасилась, тем не менее, набирает хороший размер. Рядом тоже реформа, там еще есть гроздочка. Ну, а честно говорю, байконура у нас не совсем нравится. Тут не очень хорошее место. И многим кустам надо некоторое время, чтобы набрать свою силу. Вот это гроздья огромные. Это лора. Мне кажется, что вам камера немножко показывает цвет в искаженном виде. Ну, вот те грозди, которые подальше, они еще зеленоваты. А вот эти с краешку, наверное, тут солнышко больше попадает, уже начинают приобретать желтый оттенок. Виктория активно красится. Ну, вот ее дожди абсолютно не затронули. Ни одной треснувшей ягодки нет. Я вам говорила в видео про треск, от чего это может зависеть. Ну, вот в таком она сегодня состоянии. В принципе, Виктория норма созревает ближе к середине сентября. И, конечно, в этом году мы уже ее нагрузили здесь, так нагрузили. Небольшая, но очень красивая гроздь Мадонны. Тоже вам камера не очень хорошо передает. Немножко сейчас тенек здесь. Ягодка уже желтенькая, такая очень красиво желтенькая. Единичные ягоды уже сладкие. Аладдин на самом солнечном уголке более розовый. Там, где больше в теньке, там, конечно, еще окрас менее интенсивный. Многострадальный, побитый во время цветения градом Запорожский. Тогда мне казалось, что с ним вообще ничего не будет. Но, тем не менее, посмотрите, здесь очень красиво гроздей. Я бы даже сказала, что вполне неплохие. Здесь ягода помельче. А вот на этой гроздочке и такая совсем неплохая. И хотя я большой противник измерять сахар в столовых сортах, потому что восприятие сахара очень сильно зависит от содержания кислот. И измерять сахар в столовых сортах, я считаю, не совсем правильным. Тем не менее, какую-то ягоду померила и была очень удивлена. Потому что на сегодняшний день там сахар 18. Но, конечно, ему еще надо набрать полноты вкуса. Все-таки для него еще рановато. Вот такой у нас памяти учителя. Немножко запаздывает еще, даже не полный окрас. Но что-то ему тут не совсем нравится. Поэтому он так себя чувствует. Вот здесь такая гроздочка покрасивее и побольше. Если вас смущает то, что она блестит. Я чуть-чуть вытирала следы от ПФК Лераса. И вот такая получилась блестящая гроздь. Не знаю, есть мнение, что если вот это стирать, а я-яй-яй, все плохо, ягода испортится. Но вот неделю она висит и, видите, никак не портится. Зато гроздь такая, можно сказать, показательная. Ну и лоза у него тоже уже начинает потихонечку вызревать. Рядышком армане тоже в этом году гроздочки скромные. Окрас еще не полный. Зато обратите внимание, какая лоза. Да, 10, почти 15 сантиметров уже вызревшая. Но вот эта красота, это моя радость, моя гордость, моя отдушина. Это сеня. С каждым годом он все лучше и лучше. С каждым годом он все крупнее и крупнее. Все ярче и ярче. Единственное, что я сниму в отдельном каком-нибудь ролике, покажу вам. Его надо снимать часа на два раньше, когда солнце светит сюда. Тогда ягода настолько красивая. Просто подхожу к кусту и любуюсь, любуюсь, любуюсь. Заметьте, лозы тоже уже нормально вызревают. Ягода уже сладкая, но у сеней вообще яркий мускат. И вот этот мускат еще не проявился. Немножечко ему надо поюсеть. Хотя по вкусу сладкое можно уже кушать. Но если проявить терпение, то оно будет вознаграждено. Потому что ягода приобретает невероятно яркий аромат. Вот это желто-розовенькое, не в мешочках. Это киш-миш-находка. Как видите, желтый, розовенький. Но вкус еще не совсем набрал свое. Тасон развязала первую попавшуюся груздочку. Немножечко камера по-другому передает. Потому что сейчас здесь тень. Солнце зашло за домом. Окрас желтенький ягодок. Окрас вот этот вот розовый. Такой, смотрите, интересный полосочками. И уже хорошая сладость. И яркий выразительный аромат. Лозу не везде, не у всех показываю. Но видите, процессы вызревания уже начались. И кратенько, если вы хотите задать вопрос про мешочки. Мешочки от ОС. И могу вам сказать так, что по многолетнему опыту нельзя вывести четкое правило. Какие сорта винограда ОСы будут есть. В один год они едят одно. В другой год они едят другое. Но вот сейчас очень ароматный зигиреба. Поэтому он спрятан. Сейчас они подъедают Тасон. Но пока вроде все. Хотя ОСы не массово присутствуют на участке. Тем не менее, они есть. И от них лучше спрятать урожай. Птицы, кстати, тоже. Смотрю, что пытаются подохотиться. Поэтому мешочки у нас работают и от ОС, и от птиц. Академик первого его урожая. Смотрите, вот там на второй плоскости, более теневой. Ягода даже еще не полностью окрашена. А вот здесь на переднем плане, смотрите, вон есть гроздочка. Где уже совсем такие темненькие ягодки. И размер они свой хороший приобрели. Получается, что он сначала начинает краситься, а потом начинает доливать, скажем так, ягоду. Поэтому там на заднем плане ягода вообще не впечатляющая. Кажется, что она такая мелкая и некрасивая. Но на переднем плане все гораздо лучше. Конечно, гроздь не впечатляет. Но не впечатляет почему. Что можно ожидать от куста в первый год урожая. Точно так же и со сроками созревания в первый год сроки могут сильно затягиваться. И это вполне нормальное явление. Особенно с учетом того, какая у нас была в этом сезоне весна. Мария Магдалена. Третий год кусту. В прошлом году, будучи второгодкой, маленький сигнальный урожай показывала. Сейчас тоже мы ее сильно не грузили. Но видите, здесь ягода еще только красится. Черная вишня тоже первый сигнальный урожай. Но пока еще ягоди надо повисеть. Вроде там и сахар есть. Но пока каких-то явных таких ароматов маловато. Спонсор сигналка. Ну видите, спонсор вообще сильно отстает. Еще даже ягода не налилась полностью. Еще не полностью размягчилась. Лоза здесь тоже пока зеленая. Но что хотеть, к кусту второй год. А вот такая скромненькая сигналочка яси. Ее, кстати, уже вполне можно кушать. Приятный гармоничный вкус. Такой и сахар там приятный. И кислиночка легкая. Вкус непритерный. Кусту второй год. Очень мощная лоза. Единственное, что гроздочка получилась одна. И смотрите, показываю внизу. Ну вот лоза почти как мой большой палец. Для яси, кстати, это характерно. Это не жирование. Яси действительно гонит такие очень толстые лозы. При этом, видите, процессы вызревания уже начались. Ранняя надежда. Вот такая красотулечка чернющая ягода. Я вам показывала тоже ее в первой половине августа. Ее можно было кушать. И сейчас она вкусненькая и сладенькая. Даже вот малыш пришел попросить ягодку. Ну вот здесь пока лоза еще зеленая. Но скорее всего, что куст просто ему слишком много питания. Ну, в принципе, для куста второго года такое состояние лозы, это вполне допустимо. Потому что молодым кустам сложно справиться вообще с нагрузкой. Нам бывает сложно справиться с правильной их нагрузкой и кормежкой. Сила роста у этого куста очень большая. А нагрузка вот эта одна большая гроздь. А здесь в мешочках от птиц прячу две поменьше. При этом куст, смотрите, я даже не стала ничего с ним делать, не стала чканить. А пустила как есть. Вот он дорос до верха. Но вот родительский участок, здесь шпалерой чуть ниже, чем у нас. Вот смотрите, до верха он дорос. И я уже пустила его в свободное плавание. И не знала, сколько тут лоза. Наверное, метров шесть. Киш-миш лучисто. Как-то ему катастрофически у нас не везет. Получилось, что в один сезон он сначала подмерз весной. Потом пришли ранние морозы осенью. Поэтому сложно как-то ему восстановиться. Но смотрите, на солнечной стороне ягодка желтая. И чуть-чуть начинается розоватый окрас. А вот там гроздочка более затененная. Но она более ярко окрашена, чем те, которые на солнышке. Это был краткий обзор. Более полный обзор сортов. Полным описанием их характеристик будет чуть позже. Когда они будут в полном созревании. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии под видео. Нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. И мои контакты. И до новых встреч.